Давайте проверять, во-первых. 20, 30 и 40 спит на 90, поэтому прямой угол из них получить можно. Хорошо. Теперь проверяем. Гамма на 10 градусов меньше, чем альфа. А вот они равны. Да? Надо поменять пристание гаммы и альфа. Поменять пристание гаммы и альфа. Пишут сюда 20, сюда сколько? Сюда 30. Тогда действительно гамма. Гамма это 30. Вета это 20. 20 это правда. 40 минус 10 это... Так, все, подходим. Ну а решение? Кто расскажет решение задачи? Не ответ, а решение. Взяли прямой угол. Прямой угол это 90 градусов. Разделили его на какие-то 3 угла. Известно вот такая система правдива. 90 градусов разделить на 3 равно 30 градусов. И потом 30 градусов плюс 10 градусов и 30 градусов минус 10 градусов. Ага. Разделили угол сначала на 3 равные части. Так, а почему вы именно на 3 равные части разделили? Ну, потому что на 3 части. Ага. А если бы, скажем, здесь было бы написано не бета, а 2 бета, вы бы делили все равно на 3 части? Или на сколько? На 3 части. Ребят, смотрите. Идея вообще поделить на 3 равные части, она абсолютно здравая. Но, конечно, лучше, если бы мы строго написали решение. Можете математически написать форму? Пожалуйста. Не понял. А почему 90 градусов? Ну, допустим, вы не понимаете, что если у нас есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть. Ага. Понятно. Есть такой способ. Да, 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 да. Я понял идею. Ребят, есть такой известный способ. Спасибо. Я еблю на вашу идею. Способ такой. Когда у вас есть 3 величины, и вы знаете, что их сумма 90 градусов, то можно сделать так. Угол бета не нужно изменить, и угол альта не нужно изменить. Но, обращаю ваше внимание, все эти архимедические, что называется, шутки, на самом деле, это просто способ словами объяснить решение системы управления. То есть, что можно было бы сделать, если бы вы не пытались, так сказать, обойтись только словами, а не побоялись написать? Все-таки, может быть, кто-нибудь догадается, как можно эту реальность заметить? Это система из трех равнений, из тремя неизвестных. Что можно сделать, чтобы ее решить? Подставить гамму 10. Я понимаю, что ты знаешь, кто помоложе. Простая вещь называется метод исключения неизвестных. Идея вот какая. Здесь у нас 3 неизвестных. Альфа, бета и гамма, да? Три уравнения. А можно сделать так. Можно взять и, скажем, бета написать следующим образом. Бета это гамма минус 10. Скажите, пожалуйста, это все понимают? Да. Отлично. В таком же духе, как написать альфа? Альфа 10. Нет, нет. Это гамма минус 10. Молодцы. Так. А теперь, понимаете, к чему я планирую? Подставить. Подставить, совершенно верно. Я сейчас вот это вот уравнение перепишу следующим образом. Там, где было альфа, я напишу гамма плюс 10. Там, где было бета, совершенно верно. Я напишу гамма минус 10. Получится, что это 90. Ну, а теперь 10 минус 10 исчезнет. Получится 3 гамма, это 90. Значит, гамма это 30. Молодцы. По сути, это не отличается от арифметического решения, про которое вы говорили. Что там, посмотрим одну величину, другую, увеличим, другую, уменьшим. Это то же самое, другая местная формула. Но формулами, вот почему проще. А когда пишешь вот такие вот алкогические вычисления, то более или менее все равно, какие у вас были уравнения, лишь бы из одного там выразить из другого.